Работы в парке на улице Сосина ведут в соответствии с графиком. Сейчас завершают укладку брусчатки на дорожках. Для продолжения работ оставили только небольшие технологические проезды для техники. Также делают планировку участка, вычищают подлесок и поросль. В парке установили световые опоры, провели электроснабжение, начали монтировать и часть мафов. Другая часть тоже изготовлена и пока находится на складе. Наш саровский поставщик выполняет обязательства в срок, делает, их привозит, ставит. Но их ставят в том состоянии технологическом, чтобы потом на него навесить необходимое оборудование. Чтобы во время проведения работы оно было не повреждено, поэтому сейчас оно не так приглядно выглядит. То есть, когда работы все строительные будут завершены, будут установлены лавочки, включена подсветка, все это будет иметь такой очень хороший приглядный вид. В прошлом году подвел иногородний подрядчик, который не выполнил свои обязательства. С ним контракт расторгли, и в этом году работы в детском парке по улице Сосина выполняет муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие. На сегодняшний день на объекте работает 25 человек. Дополнительных работников привлекают по мере необходимости. Несмотря на то, что объект еще не достроили, уже выявили первые случаи вандализма и кражи стройматериалов. На объекте установили видеонаблюдение и привлекли нарушителей к ответственности. Очень много средств, очень много трудов вложено. И когда вандальный подход к имуществу, один получил удовольствие от разрушения, и весь остальной город страдает. Поэтому есть только просьба горожан беречь то, что есть в городе. Поэтому задача как раз сделать это максимально доступным неким центром притяжения для города. По проекту в парке Сосина предусмотрена площадка для проведения мероприятий, подиум для зрителей, обеспечена проводка электросетей для звука и света. Через две недели планируют завершить благоустройство дорожек и все земляные работы. Срок сдачи объекта – 31 августа этого года.